Чемпион мира, чемпион Европы Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму лёжа Наверняка любители пауэрлифтинга, кто смотрит наш канал, знают его Это Юра Бортобедьян Всем привет, дорогие друзья, привет Привет еще раз У нас для вас большой подарок У меня сегодня день рождения, мне сороковник И мы с Юрой будем делать для вас видеоролики Связанные как раз таки с нашим железным движением Естественно, в первую очередь и с пауэрлифтингом, с набором силы Юра не скрывает никаких секретов своей подготовки Честно вам скажу, по фотографиям, по видео не передается Насколько эта дурмашина выглядит вживую, реально Ну, в хорошем смысле слова Я думаю, все понимают На самом деле, то, что мне рассказывал Юра То, что я видел, повергает меня в шок Потому что я уже 25 лет в этом движении Я видел людей, которые обдалбливаются химией Но те результаты, которые показывал Юра На подготовке, на соревнованиях без фармакологии Для многих вообще заоблачные Даже для тех, кто использует фармакологию В том числе и для меня Ну, что? Мы будем снимать ролики обо всем, что с этим связано О питании, о фармакологии О всех жимовых движениях, тягах, приседах О базовых упражнениях Да, о базовых упражнениях О подсовке, если она есть в твоих тренировках Но самое главное, чтобы видеоролики были интересными В первую очередь для вас Пишите в комментариях под этим видео И под будущими видеороликами То, что вас волнует Какие вопросы у вас возникают Какие трудности Именно на этом мы и будем делать упор Чтобы было полезно и интересно вам Ну и нам, чтобы было интересно работать Юра, насколько я знаю, не скрывает 23 года, да? Да 23 года К этому возрасту Сумасшедшие показатели Можешь немножко рассказать о себе сам? Как пришел? Ну, начнем с того, что Я занимался много лет боксом Уступил в университет Хотел пойти в секцию бокса Но сказали, что в связи с проблемами со здоровыми Из-за длительных занятий боксом Это чревато последствий Решил просто пойти покачаться в зале Именно покачаться? Именно покачаться просто Ну как Потягать штанги 17-17 лет Все пацаны там ходят в качалку Ну я тоже пошел Ну, на первую тренировку пригласили в сборную по пауэрлифтингу Дальше, думаю, как у всех Поперли результаты и поперли желание Сколько ты весел, когда пришел в зал? Порядка до 80 кг Если не ошибаюсь, я 78 кг Сейчас мой вес, ну, 128-130 кг И какие показатели, если ты помнишь, были у тебя на первых этапах? Ну, я помню, присед и режим у меня были так себе Но на первой тренировке я помню Не помню, насколько повторили Но в рабочем подходе я дал столько вода Лежа А дягу не помнишь? Не помню, но явно до 100 Могу даже так сказать До 100 кг Я вот помню, когда я первый раз Попробовал сделать становую тягу Это было 20 лет мне Я сделал на пару повторений 150 кг Правда, три недели потом Ничего не хотел Валялся дома Ну, для меня тяга любимое упражнение было всегда Я считаю, что это как раз таки залог больших приседов Потому что без спины не присядет А скажи нам о том, на первых соревнованиях я понимаю, ты выступал еще без применения такой же форматологии И те люди, которые меня действительно знают Там со мной тренировались Они это подтвердят Норматив мастера спорта Причем в федерации IPF Я выступал в аккетировочном дивизионе Я выступал даже не то, что без применения фармакологии То есть на тот момент я был такой бедный студент Там денег с трудов хватало на спортивное питание И на него я даже так с подозрением смотрел Ну, кстати, мое мнение, вы знаете, что спортпит это большая чушь Если вы неправильно питаетесь, никакой спортпит вам не поможет А если вы питаетесь грамотно, то спортпит, конечно, будет помогать, но опять-таки не весь Об этом мы будем снимать отдельные ролики Какие были тогда твои результаты на первом соревновании? Я помню, готовился, блин, полгода Через полгода всего? Да, да, то есть у меня была цель именно через полгода выполнить норматив кандидат в мастера спорта Но ты попал, насколько я понимаю, сразу в хорошую компанию, к грамотному тренеру Да, к грамотному тренеру Но об этом я чуть подробнее расскажу Сейчас у меня уже другой тренер В предыдущий он отошел в отдел Первые показатели были, как сейчас я помню Крисин был 260 кг В категории выступал до 90 кг В двойной кипе, да? Нет, в одностойке Это IPF Жим 180 Или 170 Ну, правильно, это так Тяга была в районе 245 кг Ну, как раз вот ровный, по-моему, для норматив Кандидата мастера спорта собрал В первом соревновании Понятно То есть, отвечая на вопрос, мне очень много людей пишут Возможно ли стать мастером спорта В пауэллифтинге без применения фарматологии? Возможно Причем, я сейчас не говорю про федерацию АМА, ПЦС, ДОМХАПР Я говорю про IPF И нормативы одни для всех, грубо говоря Это очень интересная информация, потому что Большинство инструкторов в зале вам скажет, что это невозможно Да Но, естественно, если вы генетически не одарены Не, ну, это само собой Допустим, я не смогу прибежать, как по сейтболу Да, конечно Сколько бы я не тренировался Сколько бы ты никого Сколько бы фармакология не употреблял То есть, это генетик Это ясно Но факт останется фактом И ты знаешь еще людей, кто выполнял эти романтики Конечно, да Очень много И причем я Вот, сразу забегу вперед Вот сейчас я тренируюсь И под руководством все его знают Его не могут, не знаю, притеры Великолепный спортсмен Талантливый тренер И спортсмен И просто хорошая группа Алексей Никулин То есть, человек, который установил рекорд Все времена федерации Там, при весе, порядка 80 кг Присел в близости к уроку 315 кг Сумасшедший Ну, основные движения у него тоже там достаточно не отстают Вот, он тренируется под руководством Шейко Бориса Шейко, да Я придерживаюсь, на самом деле, с точки зрения с ним были похожи Не потому, что он мой тренер Ну, мы вообще схожим мыслям Что фармакология Это тоже не залог успеха То есть, нужно пахать Именно вот Ваш результат Это то, насколько вы выкладываетесь на тренировки Это всегда так Было, есть и будет Естественно, режим Да А то, как мы выглядим Как говорит Алексей Это то, что мы едим Это все на нас Поэтому, в принципе, он всегда великолепной форме Я... Не поленитесь Да, не поленитесь Я думаю, люди знают Ну, многие не знают Людей знают все, точно Я уверен, что большинство людей Кто смотрит мой канал Больше все-таки ориентированы на бодибилдинг А, в этом плане И, ребята, я вам советую Найдите в сети фотографии этого замечательного человека И вы убедитесь, что то, о чем я вам всегда говорю Что силовая работа плюс грамотное питание И не нужно вам Никакое кардио Вот это чушь, что там... 20 для него это 7 повторений Это уже кардио То, что вы слышите И то, что вам говорят 20 повторений на рельеф 8 на массу Это полная чушь Тренируйтесь Если вы не растете в силе Никакой массы у вас не будет Если вы жрете, как свинья И то, что ест свинья Никакое кардио вам не поможет Никакие жиросжигатели Не поленитесь, найдите Юра повторит, как фамилия Алексей Никулин Я видел эти фотки, честно скажу Я был в шоке Не каждый культурист так видит Но человек реально пашет в зале То есть это чем-то тренировки по 5 часов А когда я к нему попал Я просто не мог делать половину того, что он мне писал в плане То есть это был невозможным Режим тренировки Да, да Именно вот такую тренировку Очень объемную То есть это... Люди удивляются Все-все вот Ну, в основном ходе такое мнение Очень много споров То есть нужно раз в неделю тянуть Раз в неделю приседать И раз в неделю жать Я рад, что так и тренировался Это полная чушь Если вы хотите много поднимать Нужно пахать и пахать То есть раз это два приседа за тренировку Две тяги за тренировку Трижимов в неделю Это за тренировку Это все за тренировку А скажи тогда Ну что у людей возникнет сразу вопрос Вот если ты строишь свой цикл Ну, возьмем недельный отрезок Да? Приседаешь 2-3 раза Интенсивность и веса одинаковые? Нет, естественно нет Потому что нужно это говорить Иначе люди Естественно Но это как бы Само подразумевает К сожалению нет Так себя можно и в могилу загнать Периодизация тренинга в первую очередь Периодизация Потом те же приседы Они бывают разные На статику работа На динамику Фронтальные приседы То есть все это Естественно смешивается Но это нужно грамотно смешать Для этого нужен грамотный тренер Вот Алексей Он как раз таким и является Но об этом О тренировках мы будем говорить В другой раз Сегодня мы говорим о теле Какие у тебя сейчас Результаты В безэкипировочном В безэкипировочном Пауэрлиптинге Лучший соревнователь У меня это 345 кг Жим лёжа Это 245 кг И тяга у меня Всегда хромала Но сейчас я постараюсь Лучший результат показать Это 300 кг Буквально через пару недель Юра летит в Лас-Вегас Где будет выступать? Через месяц Через месяц Ну это 4 недели Ну да Пару недель В Лас-Вегасе Чемпионат мира IPL Федерация IPL Да Ну это как бы не основной Старт опять таки Основной он будет в декабре На соревнованиях Играться в РПФ В Царычево Да Буду выступать в Pro-дивизионе Цель просто одна Показать свой лучший результат Не за борьбу будет уже Самое главное Показать свое Максимум Тогда скажи Чтоб мы понимали разницу Без экипировки Ты назвал свои результаты А в экипировке Экипировки честно сказать не могу Потому что давно из него вылез Ну на момент когда вылезал Это было года два Три назад Чтобы не соврать Тогда при весе примерно 100 кг Приседал я 340 кг в однослойный Двухслойный и однослойный гадатель Никогда не Да Вжал я тогда без экипировки Порядка 180 кг В экипировке пожал 220 кг И тяга в районе тоже 300 кг Единственное что я пробовал сейчас готовиться В экипировку залезал И в однослойном гампезе я приседал 400 кг Вжал 305 кг в однослойный гадатель И тянул в районе 330 кг Я пробовал двухслойку Вот однослойку никогда не пробовал Насколько это разница? Говорят я не знаю честно Не могу сказать Ну а между тогда без экипы и в однослойке Большая аппарат Или все таки это больше психологически? Нет Это разный вид спорта на самом деле То есть абсолютно разная техника Абсолютно разная техника Работа разная Соответственно кому-то она может дать 100 кг А кому-то 10 кг А кому-то вообще ничего Начнем мы снимать ролики для вас естественно в без экипировочном варианте Для тех кто хочет только-только попробовать себя в пауэрлифтинге Ну не перебью Всегда скажу сразу что Если контренироваться с грамотно поставленной техникой То всегда вот это движение наработанное без экипировки Его очень легко будет перенести Засугу себя в экипировку Глупо по-моему начинать перерваться сразу в экипировке То есть ну как бы я имею ввиду то что Техника в пауэрлифтинге она занимает все-таки первое место Потому что это профилактика травм Это потом на высоких результатах уже невозможно мне следить за техникой Сейчас я когда пришел к Алексею Он мне сказал но технайк То есть у него там заточенная техника Внимание этому деляется Он мне сказал что я выполнил роботит международника дурью Так тупо силой Вот так С одной стороны мне это польстило Да но с другой стороны конечно пришлось работать Но это говорит о том что у тебя потенциал еще Да Хорошая техника Не буду загадывать Вот он так говорит Постараюсь не подвести Для зрителей нашего канала не секрет что техника важнее всего И для многих возможно будет секретом Но и пауэрлифтеры и тяжелоатлеты Отрабатывают свою технику на протяжении всей своей жизни Да Если вы думаете что вы можете научиться А потом забить на это Нет То другого не получится На любом уровне всегда Если вы начинаете свои тренировки сразу с весов Травмы вам гарантированы И я гарантирую что вы вылетите из этого движения на 100% Есть виды спорта Ну я имею в виду движение как железного движения Ну да Образ жизни вы поменяете конкретно Только техника Даже если вам нужно поставить тот же присед И на это у вас уйдут месяцы Даже полгода Не стоит переживать Потому что потом вы наверстаете и обгоните всех тех Кто начал тренировки свои неправильно Ну я вообще про технику тоже добавлю Что есть люди вот Они повращаются к тебе за советом Да и говорят Не прет в чем дело Может быть движение скорректирует Слабых мест у меня нет Этого не бывает никогда На любом уровне Будь ты хоть чемпион вселенной У тебя есть слабые места Если их нет значит ты что-то не так делаешь Или что-то не так понимаешь Конечно Они всегда есть и их нужно И надо радоваться если они есть Еще очень хороший пример для того что Неважно хотите вы быть бодибилдером Или выступать в стронгмене Пауэрлифтинг для вас база И первые два года Хотите вы того или нет Вам нужно построить на построение этого силового фундамента Иначе вам не видать никаких серьезных результатов Ни в одном из этих видов спорта Вспомните всем известного Мариуша Кузаноска Как он выглядит Парень не качок Но он выглядит лучше многих бодибилдеров Поэтому думайте всегда головой Если вы читаете вейдеровские журналы То понимаете что это в первую очередь бизнес И им выгодно продвигать свои добавки Продвигать методы тренировок своих чемпионов Если вы новичок Даже если вы тренируетесь 2-3 года И берете за основу из журнала методику какого-нибудь качка Ставьте на себе крест Хорошо если здоровье не подорвете Ну я думаю на этом закончим сегодняшний ролик Ждем от вас комментарии И следующий выпуск мы наверное начнем с чего? С триседа или стягива? Ну как полагается пауэрлит тебе не трисед Затем жир Потом тебе все отлично Все по плану Спасибо 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 А теперь ты глянь там Я помещаюсь Ты запомнил место Здесь пришел Нормально вообще Нормально Запасно Что палка берешь нужна? Да хрен На него там бить собрались Ну ладно Нормально? Круто Вырезаем А просто что вырезать? То ли то Тубей Нет Ну лучше просто Типа вот короче вот так вырезаться Вот так получается А тут Тудей Тудей Ну что вырезаться да? А.. Цель Моя Коротко Продолжение следует...